Пост-телеграм-канале Рамзана Кадырова, где его сын избивает безорушенного 19-летнего парня, и где в посте отмечается, что все правильно, значит, сделал его сын, нарушив все законы, избивая человека, который находится под следствием, очень сильно и много нашумело в русскоязычном интернете, причем даже в Z-среде. Однако, если те, кто исторически выступает против войны, против насилия, против нарушения законов и против произвола были с понятными комментариями, говоря, что вот смотрите, во что Путин превратил Россию, то в Z-среде комментарии совсем иные. Нет, не с одобрениями действия Рамзана Кадырова и его сына, а, в общем-то, наоборот. Z-патриоты, Z-общественники призывают чуть ли не к Третьей Чеченской войне и говорят, что она фактически неизбежна. Если почитать комментарии и оценки, то становится вполне очевидно, какая именно страна нуждается в деноцификации. И на самом деле это довольно большая тема, потому что помимо всего, что касается войны в Украине и оценок, людоедских оценок и фактически призывов к геноциду, который льется из пророссийских, провоенных телеграм-каналов, там есть еще одна тема, которая довольно часто поднимается. Тема того, что на самом деле вот эта великая Россия, которую Владимир Путин якобы строит, это оказывается Россия не только без Украины, ну то есть без соседнего государства Украины, потому что Украина должна быть уничтожена и присоединена. Это еще и Россия, в которой как бы вполне себе моноэтнический состав. Или как минимум те, кто не относится к титульной нации, должны быть поражены в правах. Я уже рассказывал вам про настоящих российских нацистов на фронте, ну как настоящих, тех, кто гордо называет себя нацистами, носят свастики, убивает людей по этническому признаку и хочет убивать людей по этническому признаку. Это ДШРГ Русич, во многом Вагнер и некоторые другие подразделения. Однако, в целом, если мы говорим про российскую армию, царящую там настроение, там довольно много людей, которые убеждены в том, что и люди из Чечни, и люди из Осетии, люди из соседних государств, они недолюди на самом деле. И вообще их надо то ли поработить, то ли уничтожить, то ли еще что-то с ними сделать. Это довольно частый нарратив в социальных сетях вот этих зет-патриотов. Несмотря на то, что официальные власти постоянно рассказывают, что Россия, она вот при этом богоизбранная и православная и прочее, но при этом она как бы и с остальными религиями, и с остальными частями, и вообще многонациональная, в войсках вот этого единства вообще не царит, как не царит и во внешних оценках. И на самом деле вы довольно часто можете встретить российские, ксенофобские, националистические высказывания со стороны всех этих каналов. Здесь все сплелось воедино. Во-первых, Рамзан Кадыров и его родственники, которые одурели от власти, от количества денег, которые присылаются из федерального бюджета, и давно кошмарят свой и не только свой регион. Только вот когда Кадыров кошмарил свой регион, Чечню, ну то есть как свой регион, куда он был поставлен начальником, тогда ни у кого вопросов не возникало, особо кроме правозащитников и журналистов. Но когда он начал кошмарить людей вне Чечни, когда начали забирать людей из других регионов, когда начали требовать, и это требование удовлетворялось, перевозить подследственных, в том числе в Чечню, вот тогда люди забеспокоились. Люди из этой среды забеспокоились, потому что поняли, что в целом у Кадырова довольно много власти. Также сюда добавилось и то, что кадыровские солдаты, вот эти вот тиктокеры, они на фронте ведут себя вполне однозначным образом. Как правило, они отсиживаются в тылу, кошмарят тех, кто в тылу, грабят, иногда даже насилуют своих, ну как бы, сослуживцев, правда, из других подразделений. На это жаловались в том числе и мобилизованные из Донецка и Луганских областей. Ну и третий момент, это в целом ксенофобия, которая неотделима от нынешней проводимой российской политики. Когда вы говорите про величие нации, когда вы говорите, что вокруг все остальные нации ужасны, когда вы, ну, фактически говорите, что вы там богом избраны, и то, что надо уничтожать тех, кто с вами не согласен, это, как правило, приводит к росту ксенофобии, что и происходит в России. А рост ксенофобии приводит к закономерным ответам, что те, кто подвергаются этой самой ксенофобии, начинают в том числе тоже испытывать презрение и даже ненависть к тем, кто эту ксенофобию транслирует. В итоге вот этот вот коктейль из ненависти внутри общества, из поведения кадыровских войск на фронте, из самого Рамзана Кадырова, который просто, ну, держит всю Чечню там в черном теле, при этом формирует свои какие-то потешные войска, которые кошмарят безоружных людей, но которые абсолютно нулевые на поле боя, это приводит к такому национальному, я бы сказал, конфликту, межэтническому конфликту, который пока не выразился еще в каких-то столкновениях, но вполне это может случиться. По крайней мере, у многих в голове этот конфликт существует. Помните разборки между окружением Кадырова и группой Вагнера? Словесные разборки, но тем не менее, буквально за день они превратились в обмен не просто колкостями и каких-то взаимных обвинений, а в готовности, в том числе группы Вагнера, на новую войну уже с Чечней. По крайней мере, они об этом писали. Более того, они писали о том, что потекут реки крови, и понятно, кто победит. То есть в головах особенно военных людей, особенно внутри российской армии, где, что называется, правая мысль вполне себе распространена, это вполне себе вариант, что и подтвердило обильное апеллирование к этой мысли, в том числе в реакции на это видео. Ну, с комментариями Z-каналов мы сейчас ознакомимся, но до этого давайте просто контекст. От себя скажу, что я ничего удивительного в происходящем не вижу. Ну, то есть сын Кадырова, которого избивает парня, который был выслан фактически в Чечню, то есть там какая была ситуация? Никита Журавель, он сжег Коран. Значит, его начали преследовать по статье об оскорблении чувств верующих. И все бы было совсем как обычно, он в Волгоградской, по-моему, области, но Чечня запросила, чтобы его выдали ей, что нарушает все процессуальные нормы. Однако Бастрыкин это прошение одобрил. И человек из своего региона, человек, который должен там проходить, ну, вот через всю пенциарную систему, через суд, через все остальное, был передан в Чечню. Отдельно, конечно, традиционно скажу, что статья об оскорблении чувств верующих, вся вот эта вот часть законодательства, это полный пшик. Ну, то есть она не имеет ничего общего ни с Конституцией, в которой написано, что у человека есть свобода слова, свобода действия в рамках нее, в том числе, и вообще ничему не соответствует. Но, опять же, мы говорим с вами в 2023 году, где Россия ведет войну, убивает людей, где от права ничего не осталось, где на мне уже висит 11 лет лишения свободы, чего уж там. Поэтому это, конечно, незаконно, несправедливо и неправильно, но в этом нет ничего удивительного. В общем, удивительный момент был именно с его переводом в Чечню, потому что многие стали понимать, что, а почему Чечня вообще командует Бастрыкиным? Почему Рамзан Кадыров может отдавать приказы главе Следственного комитета? Этот вопрос подвис в воздухе, и ответа на него нет. И вот мы видим, что, собственно, этого задержанного там в каком-то из кабинетов избивает сын Кадырова. Само видео я показывать не буду, и фотки из него показывать не буду. Вы, во-первых, его, наверное, видели, а во-вторых, я не понимаю, зачем это показывать. Чтобы что? Чтобы для какой цели? Чтобы распространять насилие и показывать, как это все бывает? Не вижу в этом никакой цели. Короче говоря, сын его избил вот этого Никиту, об этом стало известно некоторое время назад, но вот теперь Рамзан Кадыров сам выложил видео. И возмутило многих не то, что человека избили, а в России постоянно избивают и полицейские, и следователи, и кто угодно, при бабле и при власти, избивает других людей, в том числе, которые находятся под следствием. Более того, люди пытают, ФСБшники пытают, то есть все это уже давно часть российской действительности. Если для кого-то это стало сюрпризом, то привет, ну вот это вот Россия, которую строит Путин, и то есть эта Россия будет хуже с каждым днем и каждым годом, пока Владимир Путин у власти, пока система не поменяется. Если для вас это явилось удивлением, ну то есть не перестаю удивляться вашему умению удивляться. Возмутило всех скорее тот аспект, что Кадыров демонстративно показывает, что ему плевать на закон. Ну то есть он выкладывает, да, все правильно сделал. И многие такие, вот такого еще не бывало. Да как не бывало? Ну Пригожин, когда вам выкладывает видео, где он голову разбивает человеку военнопленному. Это что? Ну то есть абсолютно то же самое. То есть это уже стало частью российской реальности и никуда не денется. Поэтому какого-то большого удивления лично у меня от этого случая нет, что не делает его менее диким. Тем не менее, да, та Россия, которую строит Путин, выглядит так. Россия, которую строит Путин, это убийство людей в соседнем государстве и швабры с пытками и тоже убийство в государстве, которым он управляет. Это вот пакет путинской России, он вот такой целиковый. Кто-то, конечно, здесь скажет, что ну вот не сжигал бы Коран, его бы не били. Да черт его знает. Ну то есть бить вас будут не из-за того, что вы сделаете, а из-за того, как это интерпретирует Кадыров или, ну Пригожин уже не проинтерпретирует, он сам мертв, какой-нибудь следак местный, полицейский, не понравится ему, как вы посмотрите на него, не понравится кому-то, значит, как вы по улице гуляете или как вы дома сидите. Вообще не важно. Если закон не действует, он не действует уже для всех. Поэтому те, кто обличены властью, они будут делать, что им вздумается. Поэтому абсолютно не важно, что будете делать вы. Вас это все равно настигнет рано или поздно, и вы проснетесь, соответственно, с ощущением швабры, с осознанием швабры, вас или ваших близких будут бить, будут пытать. Это вот та Россия, которая есть сейчас. Поэтому выступая за Россию, выступая за Путина в этой войне, вы поддерживаете вот этот порядок вещей. И надо сказать, что мягче он становиться не будет. Но поскольку это сделал именно Кадыров, и поскольку здесь есть чеченская тема, это очень триггернуло Зет-каналы. Потому что они разгоняют ее довольно давно. И в целом настроение в армии, и не только в армии, касательно всех, кто не похож по этническому составу на них, они довольно давно разгоняются. И там про митинги, про Курбан-Байрам, про мечети, про все остальное. Ну, то есть, если вы зайдете в эти каналы, то у вас будет примерно так. Мы побеждаем, мы побеждаем, мы побеждаем, побеждаем на войне. Значит, все плохо, все плохо, все плохо на войне, мы бежим, и все такое. Потом там два дня проходит, по шапке дают, мы побеждаем, побеждаем на войне. Потом, а вот в Москве митинг мигрантов, мы теряем Россию. Типа, а вот в школах вот такое имя популярное, значит, надо с этим что-то делать. Это вот буквально то, из чего состоят эти Зет-каналы. При этом надо сказать, что, конечно, большая часть именно путинских Зет-каналов, ну, вот те, сказали, что, надеюсь, там Следственный комитет разберется. Конечно, никакой Следственный комитет ни в чем разбираться не будет. Это, я думаю, понимают в том числе и те, кто это все пишет. И последнее, перед тем, как мы перейдем к этим Зет-постам с призывом к Третьей Чеченской, скажу лишь, что в целом вся эта история с выкладкой этого видео попахивает попыткой Кадырова заместить, собственно, информацию о том, что у него проблемы со здоровьем, на какое-то другое обсуждение. Как это работает? Ну, вот был кейс, например, Вячеслава Володина, который, значит, считается главой Государственной Думы. И в какой-то момент на судебном заседании по одному из центров для суррогатного материнства, там в России, я напомню, в какой-то момент решили, что надо запретить суррогатное материнство или, значит, сделать так, чтобы его не было. Значит, один из подсудимых говорил, что, а вот нашими услугами пользовался в том числе Вячеслав Володин. Была такая довольно громкая новость, потому что, опять же, пчелы против меда и прочее, и прочее. И Володин тогда предпринял огромное количество усилий для того, чтобы заместить повестку. Ну, во-первых, из Госдумы звонили там многим журналистам, говорили, уберите публикацию, уберите публикацию. Во-вторых, Володин начал постоянно что-то заявлять каждый день. Там была неделя, не проходила без его заявлений, чтобы заголовки в новостях, когда это вбиваешь в поиск Володина, чтобы там было Володин назвал американцев сволочами или еще что-нибудь такое. Но чтобы не выпадала история, связанная вот с этим судебным заседанием. То есть, один из простых способов заместить какую-то информацию в интернете, которая тебе не нравится, создав несколько новых инфоповодов, которые их перекроют. И вот история с Кадыровым мне напоминает именно эту, потому что слухи о его тяжелой болезни муссируются уже там вторую неделю, более того, опровергнуть убедительно у него их не получается. То видео запостят, где он говорит, значит, с МЧСовцем, и при этом в слова не попадает, то запостят видео с ЦКБ, где сидит тоже полумертвый. Ну, в общем, нет того типичного Кадырова, который в такие моменты брал Инстаграм у какого-нибудь подручного, выходил в прямой эфир и говорил, что все шайтаны, что я вас всех вот там, значит, накажу, найду и еще что-нибудь с вами сделаю. Нет, вместо этого какие-то там вялые попытки представить, как будто все хорошо. И вот в рамках этой истории мне кажется, задача первостепенная Кадырова с выкладкой этой видео это как раз переключить общественный фокус с того, что он тяжело болен, на то, что вот смотрите, какая Кадыров сволочь там. И вот будет ли что-то делать Следственный комитет? Не будет, конечно. Подключена даже была такая известная помощница в таких делах, в информационных и в кремлевских, Ксения Собчак, которая сказала, что поговорила с Кадыровым, но вместо того, чтобы выложить там кусок разговора или, я не знаю, часть аудиозаписи, она просто написала 40 минут, говорила, у него все хорошо со здоровьем, ну там типа разговор был про его сына как раз и все вот это вот, но в конце так ненавязчиво было жив, энергичен, значит, мне не рассеять, ел орешки кешью. Поэтому понятно, что ради этой фразы и затевалась вся эта специальная информационная операция, по крайней мере, в той части, где участвует Собчак. Она выложила какой-то якобы скрин их разговор, но там просто фотка Кадырова и в маленьком квадрате Собчак. Ну я вам такой в фотошопе за 5 минут налеплю моего разговора, хоть там, я не знаю, с Байденом, хоть с Гомером Симпсоном. Вообще нет никаких проблем, мне реально потребуется на это несколько минут. В любом случае, мне кажется, что история вот с этим видео, она лежит в этой плоскости, нежели в том, что Кадыров там что-то еще до кого-то хотел донести. Но сама эта история, как я уже сказал, стала большим триггером для Z-каналов, чтобы в них выплеснулся вот это вот все, весь негатив, накопленный к Чечне в целом. Тут надо сказать, что если и говорить про какие-то регионы России, знаете как, вот есть же большая дискуссия на тему того, что многие россияне такие, вот вы не можете говорить, что все россияне виноваты в войне, потому что Россия оккупирована Путиным. Они говорят это в моменты, когда часть городов Украины действительно оккупирована российскими войсками. То есть стоят люди с автоматами, пытают там людей, убивают людей, прямо на улице задерживают и прочее, там танки стоят в городе. И в этот момент, когда тебе говорят, что вот Россия оккупирована Путиным, и ты смотришь на Москву, на Питер, люди гуляют, кофе пьют, все нормально, танков не видно, они все на фронте. И, конечно, здесь слово оккупация выглядит совершенно неуместно. То есть можно как-то попробовать донести мысль, что там, я не знаю, Россия на самом деле не поддерживает Путина, но вот так исторически сложилось, что он стал диктатором, вот теперь выбора нет. Можно в эту сторону куда-то думать, что-то говорить, я с этим не согласен, но тем не менее. Но говорить, что российские города оккупированы, довольно странно. Но, что касается Чечни, вот самое близкое к этому, это именно Чечня. Во-первых, потому что там действительно была война, и Россия как бы уничтожала, и город Грозный, и много чего еще. Но помимо этого, значит, главенство в Чечне получил клан Кадыровых, который занимался одним и тем же, вот на протяжении последних десятков лет. Он высасывал деньги из федерального бюджета, но перераспределял их на себя, значит, строит дворцы и прочее. Население Чечни само довольно бедное, и довольно под большим прессингом со стороны кадыровских силовиков. Да, то есть, когда уже Кадыров стал у власти, он окончательно разошелся, и, собственно, все недовольные попадают там в подвалы, там убивают людей, там есть специальные тюрьмы для гомосексуалов, там есть практика того, что любой, кто плохо скажет о Кадырове, тут же оказывается на какой-нибудь видеозаписи побитым, где он извиняется и прочее, прочее. То есть, вот Чечня, на самом деле, она выглядит так. При этом, конечно, есть люди из окружения Кадырова, есть силовики чеченские, да, как отдельная каста, и вот эти люди с абсолютной вседозволенностью. Я к чему этот дисклеймер даю? Что дело тут вообще не в этнической принадлежности, дело в абсолютной безнаказанности и в предоставленном карт-бланше со стороны федерального центра, типа, делайте в Чечне что хотите, но главное, чтобы вот не было какого-то недовольства и в каких-то позывах там отделиться от России, чтобы не было большого потока боевиков, которые бы могли что-то сделать и прочее, прочее. Короче говоря, вообще этническая составляющая тут ни при чем, более того, в России есть целый ряд таких регионов и все зависит буквально вот от главы и от степени дозволенности, которая у него есть. Тот же Татарстан, до чего там, Турчак, который был губернатором, вот не понравилось ему, что Олег Кашин в интернете про него написал, почему давняя история, да, он такой, ну идите ноги ему сломайте. Действительно избили, теперь Турчак прекрасно себя чувствует, никакого наказания не понес, значит, что он там, глава Генсовета Единой России. То есть это история не про этническую принадлежность, это история про то, как устроена сама система. Но Z-каналы считают иначе, поскольку в них есть вот этот вот, они же, помните, что они делают-то с Украиной? Они деноцифицируют ее, то есть хотят, чтобы вот не было там нацистов и националистов. И в этот же момент пишут следующие вещи. Телеграм-канал Мертвые Головы пишет, если особенно доблестные академики забыли, мы напомним, обращаются они к Кадырову, я напомню, что он типа академик, райен, правда, над чем все смеются. Существуя Ахмат в Великую Отечественную войну, держал бы Ташкентский фронт. Мы уже полтора года наблюдаем этот цирк с грабежами, преступностью, бесконтрольным вывозом всего, начиная от оборудования и заканчивая вооружением. Так что нет лучшей рекламы РДК, чем Ахмат. В этой части, кстати, правда, действительно, Ахмат это такие потешные войска, которые, значит, занимаются только тем, что они в тылу буянят, стоит какой-то реальной опасности быть, они тут же отходят. Как вот случилось на Бахмутском направлении недавно, например, когда ВСУ уже подходили к Лещевке, Ахмат просто снялся и уехал оттуда, в Курдюмовку. Сейчас, наверное, уже из Курдюмовки уехал, потому что там идут бои. Вот что, например, пишет Александр Картавых, один из Z-каналов. Он отвечает на пост другого канала. Тут написано, что у Кадырова отличные медийщики-пиарщики, поэтому если опубликовали, то все не просто так. Вот что он пишет. Ну, ахать, антикриз от соцмана подъехал. Не просто так, ага. Скорее всего, этот видос слили просто куда-то, и выгоднее было его самому выложить, чем потом оправдываться. В этом плане, конечно, респект, там так реально лучше. Но вообще, пи***ть людей на камеру не стоит, особенно если ты в официальной иерархии хуй знает кто, сын уважаемого человека, не имеющий отношения к ФСИН, вообще никакого. По итогу, это просто удар в спину воюющей армии. Запсиопсили русское воинство. Спасибо большое. Теперь людям думать не о победе над украинцами, а о третьей чеченской. Тикток войска мощно прорвали фронт на всю глубину. Только они не туда воюют. Так что нет, вообще само появление этого видоса чудовищный идиотизм и непрофпригодность. Его сливку дали бы еще больше идиотизм. Ну, а то, что пиарщики потом уже случившись все хуй поработали, это да, это они, конечно, молодцы. Вот что пишет Алекс Паркер. Это такой провагнеровский канал, по крайней мере, был, пока Пригожин не развернул свои марши на Москву. Дальше там он лавирует туда-сюда. Итак, за канал Алекс Паркер. Просит прокомментировать видео с сыном Кадырова. Скажу коротко, война между русскими и чеченцами неизбежна. И Пыпа, и Рамзанка гости на этой планете. Никаких точек соприкосновения между русскими и чеченцами нет, не существует и быть не может. В свое время, когда произошел конфликт между некогда самым перспективным политиком и чеченцами, командиры ЧВК Вагнер сказали, что если между ЧВК Вагнер, читай, русскими и чеченцами будет война, то она будет крайне кровопролитной. Но кто победит, догадаться нетрудно. Имелось в виду музыканты. Поэтому то, что Кадыров показал в этом видео, меня абсолютно не удивляет. Третья чеченская еще впереди. А это лишь одна из самых первых и малых ее предпосылок, которых на самом деле еще будет огромное количество. Вот что пишет Z-канал сыны монархии. Касательно видео с избиением Адамом Кадыровым и Никитой Журавеля Как вы знаете, я очень не люблю наших заукраинцев и Журавель, который сжег Коран за 10 тысяч рублей по заказу СБУ, конечно, должен понести наказание. Но наказание строго по букве закона сообразно его проступку в том регионе, где он его совершил. Очевидно, что Журавель парень не очень умный, но это не военный преступник, террорист или убийца, которому надо применять самые жесткие меры. Но 19-летнего ступившегося парня наша пенцинарная система должна перевоспитывать а не унижать и ломать об колено его личность. Тем более, что до начала СВО, судя по его соцсетям, Крычавин Джуравель был вполне себе патриотом, топившим за Новороссию, а после начала СВО его неокрепший ум ловко обратили агенты СБУ. Значит, и назад ему вправить мозги тоже можно. Отмечу три важных момента. Первое. Наше государство и народ будут сильными и сплоченными только в том случае, если вся страна будет жить в одном культурном, политическом, экономическом и правовом поле. Без того, чтобы у нас были отдельные привилегированные регионы, живущие по своим законам и навязывающие их всей остальной стране, будь это переписывание учебников истории или пытки беспомощных людей. Второе. Традиционные ценности, о которых так много сегодня говорят, должны быть основаны на христианских постулатах. Ведь православие – религия государства, образующего народа нашей страны. Один из краеугольных камней христианства – вера в то, что каждый человек может раскаяться и имеет на это право. Сложно, наверное, перевоспитать зрелого матерого преступника, но вправить мозги 19-летнему парню вполне реально. Третье. Один из главных тейков, который использует в своей пропаганде за украинские нацисты типа РДК, заключается в том, что власть в России русским не принадлежит, и всем тут нас заправляют мигранты и кавказские бандиты. Сегодняшнее видео помогло... Вы видите, вообще чувствуете иронию? Нет? Человек такой – нацист из РДК, но при этом дальше рассказывает, почему они правы. То есть, почему России нужно делать другой механизм внутри государства, чтобы не было, как он там сказал, мигрантов и кавказских бандитов. Ну, то есть... А, ладно, уровень... Уровень, так сказать, двоемыслия в российских Z-кругах меня уже давно не должен удивлять, однако иногда, видите, пробирает. Сегодняшнее видео помогло украинской пропаганде так, как этого не могло бы сделать ЦИПСО. Фактически выполнили им план на квартал. Этот ролик уже тиражируется всеми антироссийскими каналами с ехидными комментариями. Мол, вы вот за этот беспредел воюете? Ответ, кстати, да. Именно за это они и воюют. Фактически, и переписывание учебников истории, и выдача Журавеля в Чечню, где он был жестоко избит, это наш российский вариант БЛМ. И такие ролики и выходки, если они останутся без внимания нашего государства, сделают для роста межнационального и межконфессионального напряжения в нашей стране намного больше, чем акция Журавеля. Мы, русское гражданское общество, признаем вину Никиты и не пытаемся его отмазать, но мы требуем, чтобы он был наказан по закону Российской Федерации, а не по закону ГОР, и хотим, чтобы у него был шанс на исправление. Раскаяние и прозрение тумаками и пытками добиться нельзя. Парад терпимости и парад денсификаторов, значит, из каждой строчки которых льется прям, значит, как это сказать, денсификация и необходимость денсифицировать именно Украину. Да, конечно, значит, а никого бы то ни было еще. Грейзон. Тоже вагнеровский, кстати, канал, который тоже довольно обширно прокомментировал происходящее. Интернет сколохнуло народное возмущение вокруг появившееся видео, где сын Рамзана Кадырова сбивает обвиняемого в сожжении Карадова Никитова Журавеля. Не имеет смысла даже поднимать уже всем известные факты того, что, кто и как вместо того, чтобы воевать на войне, предпочитают отсиживаться в тылу, где местные жители неоднократно отмечают бесчинство по отношению к мирному населению, беспрепятственный вывоз в России неописанного оружия, которое нам еще аукнется, а также разного рода промышленного оборудования, с заводов и заканчивая зерном. Тут народ возмущен конкретным случаем, где, во-первых, нарушение Уголовно-процессуального кодекса России не имеет никакого отношения к следствию, а также где обвиняемый просто-напросто лишен права на защиту. И, наконец, случившееся сегодня, во-вторых, что на видео было запечатлено целый ряд действий, а если говорить откровенно, должностных преступлений, в которых усматриваются дисциплинарно-административные уголовные нарушения. Данная видеофиксация, избиение обвиняемого лица содержит в себе ряд отягчающих обстоятельств уголовных преступлений, которые совершили органы прокуратуры, следствия, службы исполнения наказаний и со стороны окружения непосредственно Кадырова. А. Совершено группы лиц. С. Б. По предварительному сгору. В. С. Используем служебного положения. Г. На основе национальной и религиозной ненависти. Фактически это преступление, разжигающее межнациональную рознь, но в какой-то мере это хорошо. Русские еще раз увидели, где и кто их враг. Если бы правое дело нас и наших отцов по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности республики окончилось справедливостью по отношению к народу, мы бы не видели сегодняшнего бесчинства и той безнаказанности, когда открыто-наплевательски относятся ко всей стране, от народа до органов власти, не ставя их ни во что. Чего стоит даже вспомнить, недавно безнаказанно вернувшись в Россию или Чечню, несмотря на заведенные уголовные дела по тяжким и особо тяжким статьям террористки и соратницы Ахмеда Закаева Рубати Митсаевой и международного террориста Хусейна Джамбетова, который после войны в Чечне сбежал в Европу и позже воевал на стороне Украины, где поставил себе цель убить 50 русских. Никакой реакции и надежды на справедливость ожидать уже не стоит. Третье будет. Быть добру, заключает Грейзон. В общем, видите, да, пышет все, так сказать, в нормальном отношении, ни в коем случае не каким-то национализмом, нацизмом, презрением другим нациям. То есть, в целом, вообще, для чего я это все рассказываю? Дело в том, что пока Россия занимается тем, что уничтожает другую страну без каких-либо причин, совершая военные преступления, убивая невинных граждан, на самом деле шанс на большие и кровопролитные конфликты уже внутри России, растет. Причем растет небывалыми темпами. Растет по нескольким причинам. Первое. Большое количество военных, которые в страну вернется рано или поздно. Кто-то в гробах, конечно, кто-то инвалидами, но будут и живые. С ПТСРами, боевыми навыками, гранатами, автоматами. Это уже происходит. Второе. Растущая из-за пропаганды и в целом генезиса этой войны, то есть позиции Владимира Путина и позиции его окружения, которые проталкиваются через пропаганду, что мы, избранная нация, должны уничтожить весь мир, должны всех ненавидеть и прочее, только культивируют агрессию и ненависть уже внутри самой России. И третье. Это огромное количество накопившихся взаимных обид. Вот эти вот, значит, националисты, если не сказать нацисты, они же не разделяют там, где Кадыров и кадыровский клан, и что причины в этом всем. Это вообще Владимир Путин, который создал из Чечни вот такое вот владение Рамзана Кадырова. И обычных граждан чеченских, они не разделяют это. Не разделяют. Более того, знаете, вообще, я просто всегда поражался, всю жизнь поражался, как они такие, блин, мигранты надоели, говорят про чеченцев, например. Ты такой, чего? Они с нами в одной стране, ты в курсе? Типа, мы одна страна. Они такие, а, ну да, ну все равно типа не люблю. И так не только с Чечнёй, так и со многими другими республиками. Или, например, в Тыве, где есть тоже большой антагонизм на вот, на этнической почве, причём в обе стороны. И вся эта вот накопившаяся обида, вся эта накопившаяся ненависть, помноженная на военное большое поражение, которое будет у России, или даже в моменте до этого поражения, плюс помноженное на большое количество оружия, взаимных обид и прочее, это, конечно, может выплющнуться в какие-то большие масштабные противостояния. Поэтому, знаете, когда рассуждают про то, что вот если Россия развалится, да, или что-то такое, то будет большая гражданская война, этнические конфликты и прочее, наоборот, чем дольше Россия остаётся вот в нынешней позиции, чем больше Россия остаётся там под руководством Путина, со вседозволенностью со стороны там разного уровня чиновников и прочее, тем выше вероятность межэтнических конфликтов, которые будут переходить уже в настоящее побоище. Поэтому на самом деле, если вы находитесь в России, и даже если вы поддерживаете, что Украина должна быть уничтожна, не считая себя при этом нацистом, что довольно странно, как это в вашей голове уживается, но неважно, и поддерживаете там слова какие-нибудь Владимира Путина, знайте, что ваша поддержка, ваше участие в этой войне ведёт буквально Россию к той точке, в которой будут уже настоящие гражданские войны. И чем дольше эта война будет длиться, нынешняя с Украиной сейчас, тем выше эта вероятность. Только изменение системы, потеря власти Путина может привести к тому, что вот эти конфликты удастся решить мирным способом и вообще нормальным взаимодействовать внутри стран. Это единственная опция. Если нет, то вот это вот всё скоро будет воплощаться. По крайней мере, оно уже воплощается на фронте. Вот, например, мобилизованный из Северной Осетии рассказал, что в оккупированном Токмаке на него напали свои, избили и заявили, что Россия для русских. На ситуацию уже отреагировал глава республики Сергей Миняйло, но это вряд ли ему поможет. Там большое 9-минутное видео, подробный рассказ. Но вкратце вот что произошло с мобилизованным 71-го полка Арсением Тимираевым. Он из Северной Осетии. Он рассказал, что это происходило 24 сентября. На него и других военных в Токмаке напали сотрудники военной полиции. Ну, вот там несколько выдержек. Я думал, что нацисты по ту сторону. Оказывается, они внутри нас. Сотрудник военной полиции спрашивал, кто ты по национальности? Я ответил, что осетин. Россия для русских, ответил он. В этот момент настолько обидно было, что мы там на позициях вроде как искореняем эту ненависть, этот нацизм, а эти нацисты, они внутри нас. Я уже честно вам скажу, уже не знаю, против кого идти, куда дальше двигаться. Когда такие вещи происходят, начинаешь сомневаться во всем, заявил военный. Ну, вообще, добрым молодцам урок. И не только добрым. Типа, вообще не идите на эту войну. Вас убьют либо чужие, либо свои, либо еще что-нибудь с вами произойдет. Я, честно вам скажу, я не могу испытывать какого-то большого сочувствия к этому человеку, который пришел на территорию другой страны и убивает там людей. Но это моя специфика. Вы, может быть, что-то испытываете, какое-то сочувствие. Но главное не в этом. Главное в том, что проблема уже существует. Она уже и на фронте, и в тылу, и везде в Российской Федерации. И чем дольше это все будет, тем больше эти противоречия будут нарастать. И тем больше всплеск и кровавую баню, возможно, это выльется. Поэтому, опять же, если вы мните, что, значит, вот вы поддерживаете армию России и все остальное, потому что вы переживаете за Россию, знайте, что эта поддержка конвертируется вот в эти вещи. Беззаконие и произвол поставленных Путиным глав регионов и чиновников, которые такие не потому, что они там чеченцы еще какие-то, а потому что просто вседозволенность. Они делают, что хотят, и им за это ничего не бывает. Это отсутствие правовой системы, отсутствие системы наказания. И произвол, он бывает либо в отношении всех, либо в отношении никого. Не бывает среднего произвола, когда произвол только против людей, которые, значит, вам не нравятся. Произвол добирается до всех. Второе. Это, ну, специфика уже лично Кадыровская. Это его войска, которые, значит, ничем не занимаются, кроме того, что в тылу там все грабят, насилуют, убивают и проще, и проще. Которые вызывают объективное раздражение вообще у всех. Кадыровцы раздражают всех. Украинцев, россиян, весь мир. Ну, то есть, они посмешатся, с одной стороны, но при этом, когда против них люди, у которых, там, не знаю, нет оружия в тылу или еще что-нибудь такое, они сразу очень смелыми становятся. Ну, и третье. Рост ненависти и агрессии, культивируемой России, являющейся базой для этой войны, потому что Россия толкает историю, что Украина должна быть уничтожена. Это вопрос ненависти, это вопрос принижения других государств и наций. Это то, что будет все больше проедать голову. И, там, не знаю, людям в Чечне, которые будут такие, а чего, какого черта мы вот с этими, там, русскими, которые против нас воевали, должны как-то нормально коммуницировать и, там, с этим Кадыровым, которого нам поставили. Или в ТВ, или в Москве, собственно, люди, которые такие, вот, ненавижу всех, кто от меня отличается и прочее. Все это будет лишь разрастаться и приведет потенциально к небывалому социальному взрыву и, возможно, к кровавой мясорубке уже внутри самой страны. Единственный способ этого избежать это конец правления путинской власти, конец путинской системы, которая заключается не в этническом признаке, а в том, чтобы просто наделять своих вассалов неограниченной властью. Ну и, конечно, это прекращение агрессивной войны и ухода с территории другого государства. Только эти вещи могут помочь избежать вот этой катастрофы грядущей, которая коснется каждого, в том числе поддерживающего эту власть и эту войну. И не надо думать, что вас это не заденет. Не знаю, удалось ли мне убедить этих людей или нет, но, тем не менее, мы видим объективно, что процессы нагнетания происходят. Пока военные убивают военных, российские военные в тылу друг друга, у меня к этому нет вообще вопросов и проблем. Никакого сочувствия и жалости я к ним не испытываю. Но, несмотря на это, это все перемещается и дальше, и будет перемещаться в дальнейшем. Ну, а с вами был Майкл Наки. Поговорили сегодня на сложную тему. Надеюсь, мне удалось донести посыл. Потому что про эту тему я давно хотел поговорить. Но, опять же, она такая очень многослойная и очень запутанная. Но, надеюсь, стало чуть понятнее. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok